В Апатитах не осталось дорог, требующих капитального ремонта. Об этом заявил глава администрации Николай Бова на заседании Горсовета. Отчитываясь о проделанной работе перед депутатами, он также рассказал о том, что в рамках программы газификации Мурманской области в Апатитах появится газораспределительная станция. Какие еще важные темы были озвучены в этот день, расскажем в нашем следующем сюжете. 48 763 человека, по данным статистики, проживают в Апатитах. И задача муниципальных властей сделать так, чтобы каждому из них в родном городе было комфортно жить. Поэтому приоритетами работы мэрии являются сферы благоустройства, спорта и образования, ремонт и развитие учреждений культуры. Благодаря стратегическому плану на севере жить, достигать намеченных целей стало проще. Большие перспективы открывает перед Апатитами и федеральная программа по газификации Мурманской области. Наземный газопровод до Белокаменки пройдет рядом с городом, но неудобств жителям это не доставит. Мы с вами попадаем очень серьезно, но предметно этим занимались. Слава богу, у нас не придется ни у кого из-за дачной участки и все остальное прочее. Но ландшафт, понятно, станет немножко иным. В нашем районе будет в том числе и газораспределительная станция. Это тоже большая стройка, это дополнительные рабочие места. Отдельно Николай Бова остановился и на теме проведенных в городе в этом году работ. За лето благоустроено шесть дворов и выполнен ремонт почти трех километров дорог, модернизировано уличное освещение. В следующем году благоустройство продолжится. Особое внимание уделят транспортным артериям. Мы можем себе позволить на сегодняшний день заниматься текущим ремонтом дорог. Практически ни одной дороги в городе, которая нуждается в капитальном ремонте, это совершенно другие затраты. У нас не осталось. Депутаты Апатитского гурсовета заслушали доклад, приняли его единогласно, а после дали личную оценку отчеты главы администрации. Спасибо, коллеги. Сейчас не устаю поражаться, насколько администрация и лично глава администрации погружен в проблематику жизни самого города. Вот любой вопрос из депутатского корпуса, любой вопрос от любого, как мне кажется, даже горожанина, и это демонстрирует Николай Алексеевич все время на своих открытых диалогах, он никогда не ставит его в тупик, он всегда в курсе. Я бы так оценил работу руководителя, как достаточно хорошую, достаточно хорошую, потому что отлично всегда нельзя оценить, это всегда есть недостатки какие-то. Добавим, на заседании гурсовета депутаты также приняли положение о внесении изменений в правила благоустройства. Если коротко, то норма определяет обязательный вывоз снега после механизированной уборки, как на придомовых, так и на городских территориях. Еще одно изменение касается собственников многоквартирных домов. Теперь жильцы могут сдавать часть земли в аренду. Собственники помещений жилых домов имеют право проголосовать и принять решение об установке такого тонара на придомовой территории. И, соответственно, деньги, вырученные с аренды своего земельного участка, можно пустить на нужды дома, ремонты подъездов, площадок. Депутаты единогласно приняли также решение о предоставлении отсрочки по арендной плате по договорам аренды муниципального имущества в связи с частичной мобилизацией, а также внесли изменения в городской бюджет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова